На три дня Нижний Новгород стал столицей робототехники. На Нижегородской ярмарке открылся национальный чемпионат детских и юношеских команд. Тысячи мальчишек и девчонок со всех уголков России собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки в программировании и конструировании. С приветственным словом к участникам чемпионата обращаются представители власти. Вы очень молодые, очень красивые, очень талантливые. Ни в коем случае не теряйте всё это, когда будете взрослеть. Не смотрите на нас, взрослых. Идите обязательно по своему пути. Продолжайте делать то, что вам нравится. Это полезно вам, полезно стране. Желаю вам всем удачи и, конечно же, все уже победители. С праздником вас! Соревновательные испытания в разных возрастных группах проходят сразу на нескольких площадках. Целый зал заняли проекты самых маленьких участников чемпионата. Красочные города с аттракционами выстроили малыши 4-6 лет. Наш регион представляет команда «Пиксиков» из Борского детского сада «Мечта». Команда «Пиксиков» прекрасна и без слов уже всем ясна. Сила, оплачь, быстрота – не команда, а мечта. Школьники от 9 до 16 лет демонстрируют экспертному жюри свои лего-проекты. Оценивается всё – техническое исполнение, дизайн, умение работать в команде, актуальность проекта. Наш проект называется «Автомат-степпер». Его задача – это замотивировать человека заниматься спортом. Это робот, самая классическая модель. Мы завтра будем соревноваться на время. 2 минуты 30 секунд у нас будет на выполнение миссии, которая на поле. Нужно будет перевести, наклонить, сбросить. Игрушки – да, но только на первый взгляд. Идеи проработаны до мелочей. Все модели действующие. Школьники уже сейчас всерьёз готовы менять жизнь вокруг себя к лучшему. Так, команда из Владивостока представляет интерактивную спортивную площадку, которую в будущем планируют установить в своём городе. На каждом тренажёре нужно установить разные датчики, например, вот, и объединить всё в единую компьютерную сеть. Будет доступно три режима – квест, рекорд и тренер. Мы представляли наш проект в управлении физической культуры и спорта администрации города Владивостока. Нам предложили детальную разработку решения и предложили оплатить это всё в жизнь. Пожалуй, самые зрелищные бои разворачиваются на игровом поле старших команд. Роботы должны на время собирать оранжевые кольца и забрасывать их в корзины. Странные, на первый взгляд, машины вдруг оживают и становятся очень юркими и меткими. Наш робот делится на три модуля. Это модуль ходовой части, он примерно в каждом году одинаковый. Модуль сбора, чтобы собирать колечки. И модуль выстрела. Модуль выстрела и сбора мы моделируем сами с нуля. Это наша будущая элита, это наши будущие инженеры, это наши будущие айтишники, будущие программисты. Соревнования продлятся три дня. Мы желаем успехов и победы всем ребятам. И, конечно, будем болеть за наших. Ирина Стефанюк, Валерий Шакуров. Время новостей.